вот так мы работаем да 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 привет друзья мои с вами я Светлана Та начинается у нас очередной день, очередной влог надеюсь будет быть интересным так ангизуме очень интересное сегодня сейчас занимаюсь делами с вами немножко приведу в дом порядок, потом встреча потом идем со шковым, за покупками еще нужно докупить и завтра планирую отправить посылку потому что время уже подгоняет так, что я сегодня приготовила на завтрак я вам покажу ну вот, завтрак для мужа, картошечка яички и баклажаны сделана сверху на газе их пожарила естественно огурцы, помидоры грузинский мед маслины, сыр и все приятного аппетита, моя мамашка у меня вон стирка здесь ждет, надо вешать основываясь на ваших комментариях я делаю видео разные то есть я показываю свой быт свое путешествие свою работу встречи какие-то но почему они не похожи друг на друга потому что все вы просите что-то разное кто-то просит путешествия кому-то говорят показывайте, что вы готовите что вы делаете мы соскучим поэтому я стараюсь по мере возможностей делать разного характера видео то одно, то второе но в будущем я еду в очень хороший курорт надеюсь на выходные покажу вам встречу нашу с одной моей подписчицей из ютуба она замужем здесь в Турции но живет пока не вне Турции наверное совсем приезжает сюда и уезжает с мужем в скором будущем наверное она совсем переедет сюда и мы будем с ней часто общаться мы с ней на связи около года она сейчас приехала в Мерсин и очень хочет познакомиться со мной поближе и с моей семьей ну с моим мужем так что она нас пригласила к себе она живет на одном из очень популярных курортов я на этот курорт я планировала поехать на выходные и как-то совпало у нас наши обстоятельства наше желание и поэтому я на выходные то есть через два дня поеду к ней познакомлюсь она разрешила снимать видео сама этого хочет и так что мои хорошие ждите очень интересного очень интересного мне кажется будет хочу показать вам как я переставила цветы но не знаю пока ничего не могу сказать по-моему там начали расти новые здесь гвоздички вот посмотрите как красиво так цветет такой цвет красивый ничего все вырастет ну вот кресло мое я так положила видите вот два дня какая пыль там какой слой пыли каждый день надо вообще чистить блестить здесь конца края нету вот сейчас белье развешу а это на ночь постирала свои замечательные платья сейчас так они практичны в такую жару вы себе не представляете я еще хочу вот сегодня вчера я не видела в маркете в этом центре в торговом вот такое купить их надо стирать руками я знаете в этом в жидком мыле в прохладной воде потому что они линяют вот хотя и такие дорогие линяют естественно я масочку каждый день стираю цветочки у меня в хорошем состоянии здесь покажу наш нашу речку уже ее закончили очень активной делают каждый день а там посмотрите что там такое что там за столы застолья не знаю вы видите или нет люди сидят буду проходить мимо если все увижу расскажу вам так давно я не показывала ваш парк естественно днем никого нету так прохладно веет у меня на балкончике вот в это время сколько сейчас время два часа или три там сидят я смотрю никак я не могу спуститься в общем я очень занятый человек у меня и на прогулок нету время вот только субботу я уже седала слово что я буду отдыхать и на неделю мне хватает заряд энергии кстати я три дня уже поздно просыпаюсь даю себе расслабиться по полной программе чувствую себя замечательно пот течет три реки можно так сказать начинаю я сейчас вешать белье развешивать а вы ждите не переключайтесь хочу показать вам что мы еще купили вот сейчас я уже буду все уже половина наклеек я выбросила избавилась от них и будем идти на почту отправлять посылочку но еще финал остался купить вот я взяла внуку вчера деми он у меня такой будхузик вот такие штаники взяла я раз эти взяла на 6 лет а эти взяла на 5 одни зеленые понравились и вот такие взяла красненькие сейчас только накрасила маникюр поменяла такой решила сделать нежный плюсочки свои добавила сюда как-то как-то вот так вот сделала такой маникюрчик а здесь вот на этой руке немножко вот так поближе если показать ну ладно не важно поэтому так аккуратно боюсь ничего не испортить и знаете что вот мы взяли в кинетикс такая фло магазин мы купили вот такие ботасы дочери очень понравилось и смотрите и под синие штанники и под красные очень красиво стоимость их сейчас я вам покажу вот стоимость их 90 лир так ну что вот такие вот я взяла заколочки для моих внучечек разные резиночки такие вот ободочки посерьезнее нам она доча говорит серьезные возьми хорошо вот смайлики такие лапули да прелесть такие резиночки тоже ой где мои волосы а то бы сделала вот такие вот смайлики так значит и еще что я купила купила вот такие блузочки смотрите вот посмотрите вот такую блузочку взяла вот какая красивая с кружевками моей внучечке очень красиво а вторая вот вторая вот знаете я ее постирала потому что с такими валанами видите рукава с такими валанами это в катон в катоне я взяла и этот что хотела сказать вам постирала потому что вчера мы что-то положили туда и так пахло оно едой невкусно пакет не знаю как получилось так и решила вообще белая я думаю постираю чтобы им уже спокойно все отправить так и вот внуку взяла он же в садик у меня идет деми обычную такую сорочку взяла вот и вот вторую сорочку тоже постирала белая все трогают его да оно такое как будто запачканное было в магазине белая я всегда стираю вот смотрите какая халюся сорочка это вайкики 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 элджи вайкики вот ну все в общем вот это мы вчера купили я очень довольна все посмотрите сколько у меня надо чего собирать сейчас мы это все заберем большой пакет все сейчас я это избавлюсь от этих этикеток наверное сложим всю сумку в эту и отправим взяли сейчас для деми и ирмочки тоже ирмочки мои для мари вот такой вот пенал 94 лиры все три вещи китапсами находимся конечно будет дорого друзья мои потому что здесь качественное все китапса напротив нас вот такую сумку везем узнать сколько его там а вот и мои друзья мои осталось 15 минут не знаю успеем или нет сколько это будет стоит не знаю тоже что делать взяли вроде бы по минимуму а вот спонтин еще не купила но я деньги отдам и пускай она сама так покупает ух слышит вы чего вы живете на что-то на воде поехали как время проходит и щелеть мы в шоке сашки вам посылку не взяли не отправляют посылку из-за пандемии так как Грузия карантин не отправляют мы сейчас возвращаемся с этой сумкой в шоке в шоке в шоке я такая расстроенная просто нет слов что мне делать даже не представляю может кто-то едет в Батуми надо узнавать Грузию передадут вещи действительно обидно столько дней ходили дети мои ждут а ничего не получается вчера я кстати покрасила голос своей краской без аммиака мне кажется нормально цвет такой маникюр весь испортился сумку когда собирала вот так еще что-то сегодня день такой утра был хороший а потом испортился да ничего что-нибудь придумай выход всегда можно найти может я поеду в сентябрю как в Москве все может быть и отвезу сумочки все что идет идет к лучшему я никогда не унываю то есть контролирую да неприятностей много и что-то что-то происходит но надо сразу па-па-па-па останавливать себя потому что так если посмотришь все вокруг неприятно надо само себе делать настроение сейчас Ашка пошел в воду купит а то пересохну ему хотел помочь я ему предложила гроссери Хангамаркет я ему предложила знаете что есть здесь сирийский этот такой у нас райончик и они очень вкусно жарят куры что так захотелось мне хотя дома я сегодня хотела сделать плов машина едет прямо на осенке еще не хватало чтобы они да и вот хотела приготовить плов с морковкой с баклажанами с картошкой как мне Настя научила ну вот наверное отменяется что-то так понервничать так есть захотелось ужас какого на Ашке идет в общем хотели босоножки что-то тоже мне не понравилось чересчур с камнем мне уже не хочется такого посерьезнее хочу белую сумочку но не нашла будем искать пришли мы с Ашкой в это кафе ресторан вот так вот оно выглядит сейчас покажу что нам принесли сервис принесли так как карантин сейчас все пластиковое тарелочки пластиковые и вот такую курочку еще перебили и все принесли нам на вопеды ничего будем сейчас кушать ой как мы проголодали с Ашкой за весь обед мы заплатили 42 лиры и обожрались с Ашкой вот сегодня спаслась я от готовки ужина очень вкусно было так что мы пошли теперь домой ставьте лайки подпишись на мой канал нажми на колокольчик и на все уведомления